Действующая лица Идет сильнейший ночной ривень Изветка неба озаряется вспышками молнии Гремит гром Пожилая грустная женщина сидит за столом Освещенным керосиновой лампой Перебирает какие-то бумаги, что-то бормочет Потом она встает, принимается Расхаживает по веранде, поправляющей Сценую кофту, накинутую поверх домашнего халата Женщину зовут Любовь Тимофеевна Дорогие дети Двадцать лет назад Двадцать лет тому назад Пронеслась над миром буря Грозная буря От устошительной войны Она принесла людям горе и страдания Горе, лишения и страдания Но советский народ Но советский народ Выдержал это испытание Это великое испытание Он добился полной победы Над гитлеровцами Освободив не только свою родную землю Но и братские страны народной демократии Дорогая Клавдия Лукьяновна Нам нужно серьезно поговорить Дорогая Клава Поговорим как мать с матерью Вы должны меня выслушать Выслушайте меня как мать-мать Мать-мать Сама ты мать-мать Обращаюсь к вам как к матери Которая Как мать Вы поймете меня Поймете меня как мать Да мать же Поздраженно ходит по вероте Дорогие дети Как птица Феникс Как сказочная птица Феникс Наша страна Страна наша мужественная вышла Вышла еще более мужественная И прекрасная из пожара И пепелищ войны На земле ее возникли новые города Шумит золотым голосом Целинная степь Отважные космонавты Продолжили дорогу к звездам К планетам большим и малым А на самой луне Дорогая Клавдия Лукьяновна А не пойти ли вам к какой-то матери В этот момент веранду освещают Фары подъехавшей машины Любовь Тимофейна подходит к столу Быстро сгибает свои бумаги Берет лампу И направляется к одной из двух дверей Ведущих вглубь дома На полдороги останавливается Возвращается к столу Оставив лампу, она уходит Совсем скоро на веранде Появляются другие люди Их двое Молодой коренавстый мужчина С портфелем в руке И пожилая женщина В модном сарафане Оба сильно промокли Нет, но согласитесь Чего-то их там все равно есть Гагарин летал Говорит, Бога не видел Гагарин человек военный Ему как приказали Так он и рапортует И вообще Напрасно вы разговоры За предшотелю затеяли Завтра он всему совхозу растреплет Так я ведь не богомольная Но вот раньше Ходили исповедоваться После исповеди Помазания Где и сила бралась Домой придешь До горы ворочаешь А вот у нашей соседки Сын был Он комлю плавал Прибегает она Однажды ревет Видела во сне Ванюру Стучит в окно И говорит Тонем Молилась всю ночь Потом он рассказывал Что взаправду В ту ночь Едва не утонул А ведь потоп Чистый потоп Я думала Не выберемся Нитки сухой нету Да уж Разверзлися Хляби небесные Не на шутку Вот полотенце возьмите Берет из стопки Постельного белья Полотенце Протягивает Владея Угенова Одежду наверное Лучше снять Так я сменного Это не брала А вы потом Одеяло на себя Накиньте Сразу согрестись Протягивай одеяло Отвернитесь тогда Ну я тоже Если не возражаете Загорюсь немного Разбалакайтесь Чего уж Не мокрым уже ходить Так и до смерти Застыдиться можно Спасибо Оба начинают Раздеваться Здесь она Как думаете Кто Любовь Тимофеевна Да тише Вы кричите Как оглашенный Извините Должна быть здесь Домик-то на нас Троих Вы в комнатах А я на веранде Такой уговор был И какая она Да я уж рассказывал А вы еще расскажите Только тихо Да вы никак боитесь ее Опасаюсь маленько Однополчане девочек наших Жалуются на нее Не ходит она На их встречи Звона мог была И не раз Так что не знаю Как меня-то встретят А нормально встретят Чего вам делить Дочери ваши Однополчанками были Воевали вместе Даже погибли в один день Не вижу причин Чтобы она вас Плохо встретила Не знаю Да только сердцем чувствую Не надо было мне приезжать Да перестаньте Все будет нормально Наконец оба разделись Она в комбинашке Он в майке И семейных трусах Она заворачивается В одеяло Можете поворачиваться Я не голая Так Ну теперь Сушиться надо Да спать Неправда Пала А я в газетке Ну идем Все делегации По цеху И сделают печенье Ну что-то вроде экскурсии А печенье у них ехало По конвейеру В таком количестве Что часть просто падала на пол Тут она и говорит Почему на полу печенье Это непорядок Тут же подошла работница фабрики Стала успокаивать И это вы Не волнуйтесь Мы все подберем И любовь к Тимофе Туда спрашивают Но как же Печенье с пола Куда же оно годится Работница отвечает Да мы его всегда Лошадям с кардой Ну а та Ей на этаж Да ничего Дальше пошло Строгое выходит Ох не надо было мне приезжать Да нет Совсем простая После собрания Ей предложили машину И вдруг Любовь Тимофе У меня спрашивает Геннадий Николаевич Поедите со мной на машине А я Нет, нет Спасибо Я в троллейбусе Ну и я тогда тоже не поеду Поедемте на троллейбус У меня это конечно Очень удивило Ехать нам было в одну сторону По Ленинградскому проспекту И мы вдвоем пошли На троллейбусную остановку Так она значит Выделяет вас Да мы с ней Совсем мало В общем-то общались Давайте лучше О завтрашней программе поговорим Перестать уже надо Тяжелый день не учается Ну говорите, слушаю Ну значит так Сперва торжественная линейка Поднятие флага Потом вместе с пионерами Выдвигаемся К братской могиле Где Вера похоронена Там у нас Узложение цветов Затем аж бросок В музее Зои Потом кино в клубе Специально по такому случаю Фильм Зоя привезут Видала я эту картину Правдивая Хорошо артистка представляет Как сейчас помню Фрица ее спрашивает Где Сталин Она ему в лицо Сталин на своем посту Только это вырезали Как вырезали? Что? Сталина оттуда вырезали А я и не знала Жалко ли так Да ничего Надо будет вернуть Все, давайте спать А чего так? Как так? До Петрищева рукой подать А так сперва крюк До Крюкова придется делать Неудобно Ну это она так настояла Что в таком порядке Я здесь ни при чем Программа утверждена Ребятюшек жалко Дороги так завтра Развезет Да ничего Они пионеры Покетать Нет, не понимаю я Почему это? Мне как-то один старый Кэмфероссье Рассказывал, что Первым отделением Концерта Всегда новички выступают А во втором Звезды Вот мы с вами новички и есть Это что ж, выходит Я хуже ее? Второй сорт получает? Да не хуже, не хуже Не накручивайте себя Может вы отдыхать пойдете? Я вот тоже с удовольствием лег уже Начинает раскладывать матрас на кровати Клавдия Лукьяновна идет к дверям Останавливается Да в какую комнату? Не знаю А вот загляните Ага Хожу я, а там она Галяком В смысле не одета И неудобно получится Давайте лучше выйдут А мне думаете удобно? Тогда я не знаю Я лучше пока здесь посижу Нет, так не годится Надо отдохнуть Да я не шибко устала Ну зачем вы обманываетесь? Что ты на ногах? Или вот что Давайте мы с вами пошумим маленько Погрохочем Вроде как случайно Она на шуме выслится Говорят она глуховато стала Так что может не сработать Ну тогда уж я не знаю Чего делать А только я туда не ходу Давайте хотя бы послушаем Может она храпит Давайте Только тихенько Оба подходят к красным дверям Прислушиваются Слышно? Ничего не слыхать И у меня Как в могиле Типун вам Геннадий Николаевич Возвращается к столу Ну Я вижу только один выход Из сложившейся ситуации Не знаю Вдвоем на койку уместимся Может на поляги Я сейчас оденусь И добегу до завхоза Он должен знать В какой комнате она поселилась Так тоже можно Геннадий Николаевич Натягивается в поки Надевает пиджак Клавдия Лукьяновна Вы если что Не ждите меня Здесь ложитесь А я потом как-нибудь устроюсь Нет-нет Геннадий Николаевич Я ждать вас буду Ну Ждите Уходит Клавдия Лукьяновна Подходит к кровати Садится на матрас Железная панцирная сетка скрипит Продавливается под весом тела Пожилой женщины почти до пола Господи Это что же за пионеры здесь спали Продавили как Встает Осматривается Из груды агитационных материалов Вытаскивает продолговатый лист фанеры Пытается засунуть его под панцирную сетку Это у нее не выходит Клавдия Лукьяновна переворачивает фанеру С обратной стороны на лист на плен Ростовой портрет Сталина Одетого в форму генералиссимуса Вот честная баба лизная Это кто же тебя сердечно сюда запрятал Прислоняет портрет к стене Отходит подальше Рассматриваю Ну что, сослали тебя? Вырезали? Вот так В этот момент открывается дверь из комнаты Выходит Любовь Тимофеевна Она при полном параде Грузы с приколотой на ворот Брошью Жакет А вы не намочились дорогой? И за мной машину прислали Здесь поужинала и села за работу Отвечала на корреспонденцию Пишут, знаете ли, со всей страны В год до четырех тысяч писем получаю Очень утомляю В праздники иногда около сотни за раз Вот как села сегодня отвечать Написала всего двадцать пять А где-то капает мой Мне вот тоже теперь пишут Прям рука иноди отваливается всем отвечать В основном из деревни Из какой? Ну, а где вы там живете-то? Мне говорили, но я забыла Я так-то в Кемерово живу Раньше это поселок было А в деревнях я только в детках и живала А моя родня вся деревенская По-моему, не скажешь Весной была в Словакии ГДР Так деревенская родня обижается Что за границу выезжаю А до родины никак не доберусь За границу легче, чем до осиновых гаев наших добраться На аэродром меня привезли И через два с половиной часа я была в Берлине Так же и обратно Ну что ж, почему бы не слетать, когда приглашают? Не всем же в глуши сидеть Я вот выбралась в Москву И рада, Радешенька, причепурилась тут С молодости младиться люблю Да я уж вижу Сарафанчик в коме брали? Откуда, знаете? В витрине там уж не видела А если видели, чего же не купили? Самая модная вещь, говорят Вам бы пошла Я такое не ношу У меня другой стиль Я и в дочери вкус с измысла воспитывала Чем же сарафанчик мне плохо? Если к нему платочек подвязать? Платочек, да Вот Зою мою художники Зачем-то в платке рисуют, как деревенскую И памятники ей ставят все-таки массивные Зачем? Она худенькая у меня была, стройная А мне Геннадий Николаевич говорит Что моей Беруське тоже памятник поставят Уж и художник вызвался Очень известный Фамилию, я помню А сам Геннадий Николаевич исключительно хороший журналист Книжку сейчас пишет А я вот о детях своих сама написала Никому не доверила Всегда про себя знала, что могу писать В правде еще до войны была опубликована статья О том, как одна мамаша воспитывает свою дочь Но мне не понравилась эта статья И я отправила им опровержение Мне так из правды и ответили тогда В этой статье той женщине было самохвальство А моя статья является ценной И в книжке я все правдиво изложила Теперь вот на корейский ее переводить собираются Чтоб, значит, корейцы о моих детях узнали А корейцам-то так вот Что они понимают в вашей жизни? Корейцы тоже люди, им тоже героев нужно Вот пусть учатся И вам самой нужно писать о дочери Хотите, я в издательстве попрошу Они вам Фриду пришлют Чего? Так редактора зовут, Фрида Очень толковая евреечка Она мысли за мной записывала У них это называется литературная запись Хотите? А этот ваш Геннадий Николаевич Вам все только испортит Да чем же это Геннадий Николаевич вам не угодил? Он о вас исключительно с хорошей стороны отзывался Не люблю прилипал Знаете, сколько у моей Зои друзей И знакомых после смерти объявилось? Стадион Динамо можно заполнить Да как вам не стыдно? Геннадий Николаевич, он... Да он от чистого сердца Ведь я 16 лет не знала, где могилка Веруйский моей А он отыскал И подвиг ее героически людям открыл Вот и молодец Открыл, отойди в сторону Имей скромность Дай матери слово сказать Подвиг матери и ее детей неотделим Правильно я знаю? Ну так-то да И посторонние здесь не нужны Да разве ж он посторонний? Самое, что именно есть посторонний Только из уст матери советские люди должны учиться Как нужно формировать душу юных С какой высокой меркой подходить к сыновьям и дочерям Из первых, как говорится, уст А не от какого-то писателя Что он может знать в материнстве? У него и детей-то нет А вы мать Вас на первое место нужно выдвигать Вот слушаю вас И вроде верные вы все слова говорите Но все равно Я понимаю ваши сомнения Сама через это прошла Но можете мне поверить Я 20 лет рассказываю людям о подвиге своей дочери Не каждый так-то вот может Но надо ведь с чего-то начинать Долгий путь начинается с первого шага, как говорится Вот вы на завтра речь приготовили? Нет А надо было? Вы еще спрашиваете Только я не знала А должны были? Мне Геннадий Николаевич сказал, что он сам о вере расскажет Вот об этом я и говорю Да как о чем? Слушайте, ну слушайте Ну вот скажите мне Живете вы далеко? Ой, далеко Четыре тысячи верст Вот Вы его едете к себе в деревню А дальше он везде выступать начнет А о вас все и думать забудут Имени вашего не вспомнят Или вот еще что Книжку о вашей дочери он напишет А денежки и гонорар себе в карман положат Ну куда это годится? Куда? Никуда, никуда не годится Плохо это, дорогая Клавдия Лукьяновна И чего тебе делать? Вы поймите Давать советов таких вопросов тяжело Получается, что я лезу в свое дело Ага Ага Как же? Да очень просто Пошел вон дурак Нет Чего-то это не то Как у Гоголя я не могу Хорошо Ну хотите, как у классика Когда можно Ну вот он сейчас вернется Так вы ему скажете Что выступать отказываетесь А утром поезжайте в Москву Вас довезут с машины Я договорюсь Прямо так вы дали? Бросить его? Конечно А без вас ему тут делать-то нечем Без вас у него ничего не выйдет А дети? Какие дети? Ну пионеры Ведь они же ждать будут Готовятся Вот за это не волнуйтесь Дорогая Клавдия Лукьяновна Пионеров я возьму на себя Так еще Геннадий Николаевич Сказывал Что люди какие-то приедут Из горкома партии Неудобно получится Не думайте о них Люди приедут и уедут А вам жить Ну что договорились Как так все это Неожиданно понимаю Но только так Вы сможете заставить Уважать себя Считаться с вашим мнением Будьте решительны Сделайте это ради дочери Во имя ее памяти Я оставляю вас Время позднее Вам надо крепко подумать Принять решение Уходит С улицы появляется Геннадий Николаевич Не легли еще Этого напрасно Не спится Ну это дело поправимое Смотрите что я достал Абхазский Он клопами воняет Да и не пью я А это не выпивка Это лекарство Мне эту бутылку за вкус Именно с лекарственными целями подарил От всей души Давайте выпью Говорю же не пью И вам не советую Что-то случилось Вот что необычное было Во время войны Так это грозы До войны таких не было Все небо заволакивает Тучами Кругом темно Потом как загремит Как засверкает В комнате светло Иград бывал по яйцу Буря подымается Дома вскрывала Крыши вздергивала Нелетко и людей убивала Страшные грозы были Вот скажите мне Геннадий Николаевич Да Почему вы книжку О моей веруське Стали писать Других героев На примете Не оказалось Я ведь рассказывал вам Как все получилось А вы еще расскажите Язык чей не отвалится Не отвалится Просто я не понимаю Налейте И рассказывайте Ну хорошо Как скажете Вам тоже? Ну а чего Смотреть на нее Теперь что ли? Геннадий Николаевич Открывает бутылку Наливает немного В стакан Я работаю В вузовской Многокиражке Ответственным секретарем Это вы знаете Наша старшекушница Галя принесла мне Газета Комсомольская правда С маленькой заметкой Она сражалась Рядом с Зоей И там был портрет Вашей веры И так она мне Девушку одну напомнила Знакомую вашу Это в Белоруссии Было в начале войны Уже под оккупацией Я коров пас А она из лесочка Вышла вместе с партизанами И так мне Лицо ее запомнилось В душу запало Ну вот А потом Когда я заметку В комсомолке почитал То понял Что это не она Что Вера ваша В Москве училась Под Москвой В партизанах И погибла А в Белоруссии Никогда и не бывала Не бывала А так как в заметке Никаких подробностей не было Вот Вот я и решил О Вере побольше разузнать В память о той Другой Было это феврале 57 Отчим Беруськи С комбината пришел Утешал нас Пропала без вести Не значит что мертвая Мы с мамой Проплакали всю ночь После этого Она встала Ко всему без участия Как бы Сжалась И все время Молчала Да и у меня Слез Слезы уже не было И все Поменело внутри Единственное Боялась потерять Рассудок Знала что Мать без меня Жить не будет Шла на колонку За водой Скоромыслом Без бедер Вот от чего Доходила Работала Постала Старалась Больше быть на людях Все ждала Верусику А вось ошиблись Ведь бывало Кто и после похоронок Домой приходил От нее всего лишь Вести нет Если ребенок Родителей потеряет Его сиротой называют Если жена мужа То вдовой А когда мать Ребенка Того названия нет Вот почему так Не знаю Нет у меня ответа К Владимиру Лукьянову Я почитать хочу Книгу вашу Покажите мне Ну у меня с собой Только пара глав Я не думал Это пока только Черновики И наброски Доставайте Где они у вас Ну Геннадий Николаевич Открывает свой портфель Достает большую стопку листов Они отсырели И слиплись Ах ты ж Замочила все-таки Надо высушить Давайте на стол Вдвоем раскладывают Листки на стол Отделить намокшие листы Друг от друга Непросто Некоторые из них рвутся Клавдия Лукьяновна Берет один из них В руки И пытается прочесть Сова летит Лунь плывет Ничего не видать Это не страшно Галя еще напечатает Галя? Жена моя Галя Вы Почему кольцо не носите Геннадий Николаевич А крестили ребенков Сразу, как только родятся Вокали в купе Прямо с головой Помазал пол Плечи, руки, ноги, грудь Читал молитву Имя давал Приглашали крестную Крестного После крестин Всех угощали А я злоба была В церкви-то не пошла И вот Приносит мне мою девочку Крестный Подает мне сверток На, как говорит Вот твоя Верочка Я в слезы Очень я хотела Чтоб ее Любовью назвали Но поп сказал Что в святых В тот день Такого имени не значилось Про это Напишите вы В своей книге? Боюсь, не пройдет Это, сами знаете Как сейчас строго С религиозной пропагандой Это не пропаганда Это правда и есть Раньше всех крестили В обязательном порядке И венчались все И бедные, и богатые А когда церкви рушить стали Тогда венчаться стали меньше У которых вот Свадьбу не на что было сыграть А венчаться Все равно венчались Вы взрослый человек Должны понимать Что можно А чего нельзя Ну тогда и не надо мне Вашей книге И несогласная я Ну как так? Ну что значит Несогласная? С чего вдруг? А ни с чего? Нет, ну так не бывает Что-то вы темните Что-то недоговариваете А это уж мое дело Я в свадьбу Идет в дверь И заходит в свободную комнату Нет, уважаемая Клавдия Луфьяровна Уже не ваша Как это? А так Дочь ваша Подвиг ее Принадлежит теперь Всему советскому народу И я добьюсь Что ей и орден дадут И памятники везде поставят А про вас Я могу Вовсе не писать Вы же видели фильм про Зоя? Ну как? Где там ее брат Шура? Нет брата Шуры Товарищ Сталин есть А родного брата нету Ах, измените Запамятовал Товарища Сталина теперь там тоже нет Вырезали Вот и я вас Из своей книги тоже В этот момент Портрет Сталина Прислоненный к стене Падает на пол Геннадий Николаевич Подходит к портрету Помяни черта Поднимает портрет Прислоняет к стене Но уже лицом к себе Из комнаты Выглядывает Клавдия Лукьянова Чем вы тут Крохочете? Люди спят А ведь я вам не говорил Какая комната свободна Само открылась Нет, погодите Постойте Она что, была здесь? Заходила сюда И мы разговаривали? Что она вам говорила? Ничего Не было здесь никого Спать ложитесь Так я вам и поверил На 10 минут вышел И вдруг такая перемена Без этой старой мигеры Не обошлось Вы это кто вот И меня за глаза наносите За глаза? Да я уверен, что она послушивает Под дверью Это ведь Она только на людях Немочную да глухую играет Ай, дверь клопнула Это Шур домой пришел Ой, что это за окном Не как Зоин голосок Артистка поширенная Глядет локти от зависти Малый театр МХАТ Но когда ей чего-нибудь надо Своего не упустить Мертвые хватки будут держать Своего добьется Вот вас она и заморочила Никто меня не морочил Кроме вас Зря я вас послушала Не надо было приезжать Да и сама виновата Дура старая А вам стыдно должно быть Мне? Это мне должно быть стыдно? Не Это вы должны стыдиться В лицо смеялись Своим палачам Хотела У вас ведь тогда Одно имя из города И торчало Видела Какими глазами вы на печенье Когда сбежали Пилили пилой Без памятник И свадьи Девочка поделилась Вместо нее Я писательница стала Все пишу Пишу За что он так про меня? Или я правда ненормаль Что об нем говорит Спитый летчик? Он милит А вы не слушаете Куда звали Вступать туда и ехала Бывает говорю Говорю Горе свое Заговариваю А народ в зале плачет За меня плачет Моими слезами Где только не побывала Всех городов и деревень Не упомнил В Париже даже А я бы если бы меня Кто спросил Так только одно Людям сказала Только одно Вот вышла бы на трибуну Да и сказала Граждане товарищи Господа хорошие Балуйте своих детей Целуйте их почаще Ведь знать нам не дано Какая судьбина ему готова Нет, постой Текла в дело кьяну Что-то вы не то говорите Если детей баловать То это кем же они вырастут? Да кем вырастут Тем и вырастут Лишь бы жили Мы-то вот с вами Не узнаем Теперь о наших детках Какими бы они стали Да и нет Вы вспомните Вспомните Что писал товарищ Сталин На вопросах Воспитания нашей молодежи Не вспоминать ничего Я Беруську Свою не для Сталина рожала То есть вы тоже против него? А чего он мне такого дал Чтоб я за него встревала? Он войну выиграл Войну дети наши выиграли Беруська моя Ваша Зоя Шура Да еще тысячи тысяч Таких же как они Живых и мертвых Да отцы их Да мы бабы И на фронте и в тылу Вот кто войну-то выиграл А вообще-то я войну не очень люблю Вспоминать А вот Во сне снится И когда проснусь То сначала кажется Что опять война Нет Не надо войны И так намучились Сколько всего пережили Пусть мир будет В Москве слухи ходят Что скоро его из мавзолея Внесут Кто? Ну вы ровно в лесу живете Кто его может вынести? Только Хрущев Ну так-то да Это он может А вы рады? Да не рада я не рада Чего радоваться-то? Только и слез проливать не стану Сталина я никогда не любила Любила и люблю до сих пор Кирова Молотова еще уважаю Он простой мужик А Сталина нет Разузналось все Что он делал у власти Да для него люди остальные Плюнут на них У нас на новой колонии В начале улицы Жил один из серого дома Так вот как мы ему смерти просили Как просили Скольких он упел Когда уж война кончилась Все на реку ездили На лодках кататься И он тоже поехал Лодка перевернулась И он на реке тонул Все видели А никто не спас И после войны Не пойми что было Хватали и спрашивали Почему в плену был Да ведь он может раненый был Когда к фашистам попал Как вирусь-ка моя Может оглушила его Виноват разве? А выходит виноват И в лагеря его Вспоминать Голосы ты там встают Вот в какое время было Вы мне сейчас О перегибах На местах рассказываете А я вам Об исторической перспективе Твержу Сталин великая фигура Планетарного масштаба человека Мы по сравнению с ним Песчинки И то что его развенчивать Стали это огромная ошибка И она нам всем ищу Ой как аукница Была я недавно На одном собрании А после меня на банкет Уговорили остаться И вот там все Все перебились Все начальство И начали над товарищем Сталиным Издеваться При жизни-то они ему Все сапоги лизали А как умер Так и смелее Ведь до чего Мерзавцы дошли Над увечьем его Потешаться Сталин Что он руку свою Парализованную Всегда прятал А представьте-ка Клавдия Лукьяновна Что Верочка Ваша выжила Чудом спаслась Неизвестно Видите Как рука бы у нее зажила Может она ее тоже Потом от людей прятать стала И что Над ней тоже смеяться можно Чему гладать Нам с вами только одно Теперь утешение Знать что девочки наши Жить хотели О будущем мечтали Но судьба им другая была И они ее мужественно приняли Ведь судьба Не собака Балкой не отгонишь Судьба да Я когда узнала Что вы приедете Много об этом думала Ведь если бы тогда В сорок первом Корреспондент правды Товарищ Лидов Свернул не в Петрищево А в соседнюю деревню То сейчас не моей Зое Памятники по всей стране стояли А вашей Вере Ничего Я не в обиде Поставят еще Дайте срок И улицы ее именем Назовут и школы Мне одна женщина Из Крыма написала Она там звезды В телескоп рассматривает Так говорит планету Махоньку открыла Хочу говорит Именем вашей дочери Назвать Вот ушлая баба Мне она тоже написала Как так Чего же Одна планета На двоих что ли Да нет Глава Луфьяновна Это же звезды Их немыслимое количество Всех имен не хватит Чтобы каждую назвать Назовут именами Наших девочек Две маленькие планеты Они будут летать Там в космосе И когда-нибудь Можете встретиться А ученые будут смотреть В телескоп и говорить Вот встретились Золи и Вера Красиво Да сейчас Все ученые идут А раньше-то По приметам жили Вот Как не было дождя Вызывали попов Нас молодежь Посылали за иконами В церковь Приволоков Поставят в какую-нибудь Избу Приедут попы И начнут службу А попы Да ведь грамотные были У них барометр был А народ-то дикой Вот когда барометр Показывает дождь Так они и едут А мы потом узнали Когда наши девки По гимназиям стали учиться Да перестаньте Не все такими были Отец мужа был священник Вот я смотрю Фамилия у вас такая Религиозная Хороший был священник Добрый, честный В гражданскую его убили Моего-то мужа Отцами русские Тоже в гражданскую положили Где и похоронен Не знаю Ну хоть за красных Валилам Так я не спрашивала Может и за красных Наши-то бабьи Дело Немного Наши-то бабьи Мнени Небольные слушали Советов не спрашивали Полностью мы были Мужу покорные Наше дело было Работать Детей рожать Да помалкивать побольше Мать моя Вышла за отца 18 лет ей было А женился он 25 лет Такой вышибал Был здоровый Так я ей говорила Мам Во что ты пошла Замуж-то за тятю Ведь он не пригож был Она отвечает Раньше не больно-то Спрашивали Пригож-не пригож Вас-то Вот саму Как замуж выдавали Ну я Например По любви выходила Хорошо Калитак Свезло вам А я по знакомству Был у меня парень Любили мы друг друга Взяли его в армию На войну А меня Дядюшка познакомил С другим парнем Сватов в дом привел А раньше Если помните Была примета Что если сваты В доме побывали То девушка Должна выйти за него Замуж А то будет опозорена Да и в войну Парней то не было Рыться Как говорится Не в чем было А семью то кормить надо Вот и вышла за него А как Беруська родилась Мужик мой ушел воевать А за того Он же сказался Много людей умирало Были болезни разные Всякие Холера Тиф Испанка Отец вот Горячка умер А мать со мной Доживала Беруська тоже В детстве болела Часто Вот я В медицинскую школу И подалась За младенчиками Началась доглядывать Так вот Всю жизнь Возле грудничкова Провела На пенсию Старшей медсестрой Вышла Вот ведь Какое дело Любовь Тимофеевна Вот ведь Все есть Жить можно Пенсию Дали Жизнь только Подходит к концу Вот чего Здоровья нет Годы ушли Хотелось бы Пожить маленько еще Не надедумая Вот бы вернуть Годы молодые Молодая Довольно быстрая была На ноги Да хоть куда бегала Все давалось Да все ума хватало Так у вас Сейчас вполне Еще здоровье У меня со здоровьем В земле можно лежать Люди изживут Лег так волосок Не поседеет И зубок не выпадет А у меня головка Так какая Вся белая И зубов свои Не осталось Да будет вам Ребедняться Слышала я Как вы Про кольцо Обручальное Геннадия Николаевича Своего Ненаглядного Вы спрашивали Почему бы мне С интересным мужчиной Словом не перекинуться За спрос денег Уберу А я вот Недавно В магазин пошла Так мясник Тамошний Говорит мне А вы еще Женщина С улицы Появляется Геннадий Николаевич Не спите еще Девочки Что за тон Какие мы вам девочки На том свете Отаскиваемся Геннадий Николаевич Да он пьян Ваша правда Любовь Тимофеевна Ни одна бутылочка У завхоза оказалась Нашлось еще В закромах А вы я смотрю Совсем не пьете Любовь Тимофеевна Выступать завтра Это вряд ли На завтра Все отменяется Мы тихонечко С завхозом Выпили А тут доктор Здесь не прибегает У целого отряда Подозрений На дифтерит Скорее всего Карантин объявит Как говорится Всем спасибо Всем свободны Так что же это Из горкома Никто не приедет Ну хорошо Какие уж тут митинги Когда дети болеют Что значит хорошо Кому это хорошо Да вы чего встрепенулись Я Да я Как мы домой Будем добираться Так ножками Ножками То она мне тут жалуется Что помирать пора А то Ножками собралась Да вы такие смешные Так виноват Я перед вами Так виноват Да вы так за свои слова Давишь Не извиняйтесь Да не слушайте вы его Это коньяк Он говорит Нет Слушайте меня А потом Что хотите Со мной делайте Любил я одну девушку Хотя почему любил До сих пор люблю Жену свою Гарю А что Жене Все только на тех Кого любят Советские люди Да Вот не начинайте Любовь Тимофеевна Не на собрании А я вот страсть Как люблю Про любовь слушать Да я вам рассказывал О ней Партизанка На которую Вера ваша похожа Не могу Ведь я забыть Ее Клавдия Лукьяновна Просто наваждение Какое-то И двух слов Тогда Друг другу Не сказали Я вот не могу До сих пор Снимся И такие Это сны Такие сны Я после них Счастливо Просыпаюсь Как это по-мужски С одной спать А другой гретьте Помолчите вы Ради бога Любовь Тимофеевна Не то Я с вами В топор И пойду Так и скаливаю Партизанчик Скал Говорит Вышибает Найдешь Веру Полегче Полегче Нет Только понял Я одну вещь Нету Правды на земле А если есть То так скрыто Что Не дознаешься Да и не любит Никто правду Не нужна она Никому Вот Любовь Тимофеевна Не даст соврать Да при чем здесь я Так ведь К вам я тогда За последней надеждой Пришел Грешен Думал ее связи Использовать Чтобы через секретность Пробиться Хоть что-нибудь О той девушке узнать Уверен был Что вам отказать Не посмеет Но Вы не захотели помочь Господи Да нет у меня Никаких связей И не было никогда Я и в прошлый раз Вам это сказала Я простая Одинокая пенсионерка Я даже Марки и конверты Чтоб на письма отвечать И свои пенсии покупаю И вам не стыдно И вам стыдно Должно быть За такие обвинения А мне нечего стыдиться Я подвигом дочери Не торговал Тишина Любовь Тимофеевна Молча уходит в свою комнату Зачем вы так? Не по-лицки Знаете Вот книжки Про героев читаешь Будто кусок льда Крызешь В зубы свои Такие они хорошие Такие правильные А правда Правда Никому не нужно Берет лиски С главами книги Берет Не будет Никакой книги Клавдия Лукьянов Считайте Что автор Умер Геннадий Николаевич Замку Выпивает Каньяк И стакан Каньяк Этого ему кажется Мало Он прикладывается К бутылки Бьет Бьет И бьет До тех пор Пока Жкода Протестующие Не выталкивают Каньяк Каньяк Теперь вы его За плечи Берет И вас Зачем скандал У нее беременность Тяжело Протекала Ее волновать Никак нельзя Было Давайте опять Меняться Дома Я тоже не скандалила Ищички Собрала Она съехала Комнату им оставила Она то сама Эвакуированная была На подселении жила Из роддома туда Младенчика не принесешь Не выживет А развод нам с Володей Быстро оформили Ой Парилась Ну вот в одном Я с вами согласна Женщины До войны Не пили И матом Тоже не ругались Всего и наш сына научила И вот уже тело Геннадия Николаевича Возле кровати И куда его теперь На кровати Не Не поднять его нам Пупки развяжутся Ну именно Положи бросать Давайте мы его На товарища Ставина Положим А сверху Одеяльцем Накроем А гось оба не замерзнут Давайте перевернем А то захлебнется еще Если бревать настанет Господи Что ж мы делаем Лет 10 назад Нас бы за это посадили У нас Эдак то вот Старичка одного Упекли Он у нас В бухгалтерии работал Доктор один из Москвы Привез снимки Политбюро Нагрузку ему дали Да еще все фотографии Правительства И сразу в бухгалтерию А дедок тот Прямой был Посмотрел и сказал Да Сразу видать Что не 400 грамм едят А тогда нам по 400 грамм хлеба давали Ну Кто-то куда-то За эти слова Передал Старичка забрали Отправили куда следует Только после войны Он пришел Клебнул от сталинских милостей Как думаете Любовь Тимофеевна Если я колечко свое Обручальное жене Его подарю Может уговорит она его Чтоб он книгу-то о моей Веруйске Дальше писал Не бросал это дело Уж больно мне охота Чтоб память на земле Осталась Моей девочке Чистая вы душа Клавдия Лукьяновна Слушайте меня Слушайте Никого не говорила А вам скажу Не связывайтесь Вы с этим Не любите душу А в тем Правду Ваш Геннадий Николаевич Сказал Он мальчишка-дурак Подробностей знать не может Но о главном Догадался Торговала я дочерью Вызвали меня В наш райком комсомола Им задание поступило Выяснить официально Кем является Неизвестная партизанка Не моя ли это дочь А я уже знала Что вопрос О награде для нее решенный Шепнули Что сам Сталин Утвердил ее Народный героин Ну я им все Про свою Зою Обсказала Мол смерти не боялась Хотела умереть героем Что товарища Сталина Уже уважала На фронт ушла Шерстяной фуфайки Пальто варежки У нее были зеленые И трусики темно-голубого цвета А потом говорю им Дом у нас деревянный Иногда шатался от стрельбы У нас стоит печь Которая выходит В две смежные комнаты И когда истопишь То тепла нет Руки, ноги Не шевелятся от холода Я просила Хотя бы временно Перевезти нас Куда-нибудь потеплее Но до сих пор Ничего не сделано Я сейчас не работаю пока Но мне обещали Дать работу Не работать нельзя Так как жить Будет не на что Если сегодня Например продам Пальто Зои А как дальше жить буду Так прямо и сказала Слово в слово Они все аккуратно записали Бумагу Куда-то наверх отправили И нам с сыном Еще дров привезли Потом комнату Возле Кремля выделили И на работу Меня определили О дочери рассказывать О жизни и смерти В основном конечно О смерти Потому что жизнь у нее Была короткая А смерть бесконечная Официально в ведомости Это называлось Лекция Слово матери Тогда много таких лекторов Агитировать ездила Ездила Зарплату нам платили Боек давали Ну и следили за нами Строго следили Чтобы мы все правильно Рассказывали А как правильно Зое мои предсмертные слова Что она перед казнью говорила Несколько раз поправляли Я уже не знаю теперь Как правильно Как правильно Но никто не знает Это нельзя рассказать Это нельзя написать И даже пережить Я ведь в первый раз Не узнала ее Привезли нас в Петрищево Меня Учительницу из школы Зойного одноклассника И еще женщину одну Которая утверждала Что это не Зоя А ее дочка Таня Труп открыли А он как рядышечка Но они его стоймяк Дерево и присламили Тата другая мать Сразу в крик Таня моя Таня А я стою в сторонке И не узнаю Кажется что Эта девушка мертвая Повыше ростом Чем Зоя Меня спрашивают А я не знаю что сказать Ничего в тот раз Подписывать не стала Потом Шура В ней говорит Мама зачем ты так Ведь это наша Зоя А я ему Шура А если нет Если это не она И какая-то мать Навсегда потеряет ребенка Если я назову Эту девочку своей Но он убедил Он поклялся мне Что это она На коленях стояла Как я могла Не поверить сыну Потом когда В очередной раз Показали карточку С ее другом Я сказала что это Зоя Но этого им Показалось мало И меня опять Везли Петрищева На опознание Объясняли дорогой Но она месяц В петле висела Вот тело и вытянулось А в этот раз Уж будьте любезны Признайте дочку свою Нам акт опознания Составить надо И мы с Шурой Все подписали А Шура Если он чего хотел То всего добивался Я никогда Не могла ему отказать Он был таким Эгоистичным Жестоким даже Но боже Как же я его любила Нельзя так любить Ребенка как я Знаете Он меня с пяти лет Называл мамочкой А после смерти Зои Стал таким заботливым Такую поддержку Мне оказывал Мамочка Мамочка Я ему говорила Только вернись Умоляю тебя Только вернись Мне ничего в этой жизни Не надо Только вернись ко мне Но он как всегда Решил по-своему Мне ведь самолет Выделили Чтобы я могла Забрать его тело Из Кёнигсберга Какой еще Русской матери Давали целый самолет Потом похороны были На Новодельниче Рядом Зои Звезда героя Как у Зои Все как у Зои А я осталась одна Совсем одна Мать двух героев Советского Союза Это машина Бездушная Казенная машина Только питается она Кровью и костями Живыми и мертвыми Если она возьмется За вашу девочку То ничего От вашей русской Не останется Ни ее Ни себя Вы больше не узнаете Правду от вымысла Перестанете отличать Я повиниться А откуда я возьму Мне они ни в чем Не помогали Последнюю неделю Вот сильно болело Просквозило Сдумали сами Уборку делать Открыли балкон Окно И меня так продуло Что утром Я не могла подняться И сейчас еще И сейчас еще плохо Но приехала сюда Узнала Что из горкома партии Кто-то будет Думала Квартиру себе Отдельную попросить А тут вы Такая же мать Тоже право имеете Испугалась Что двоим-то Ничего не дадут Вот и гнала вас Выживала Видите как устала Саму себе против Вы уж не презирайте Меня За эти мои слова Очень вас прошу Дождь кончился Платье-то мое Почти просохло Буду собираться Куда бы ночь на дворе В лазарет здешний Пойду к детям Если и правда Дифтерия там сейчас Лишь Ни руки не повредят И вы бы со мной Чем здесь День прошлый Перебирать Какая вы Что я буду там делать Без медицинского образования Только мешать Зато у вас Материнское образование есть Когда ребенке болеет Кто-то должен сидеть С ними рядышком И гладить руки Уж вы-то должны это знать Тогда подождите Я тоже переоденусь А то в этом Как вот в футляре Ябовку поплошь Наденьте Если есть Любовь Тимофеевна И Клавдия Лукьяновна Расходятся по своим комнатам Медленно газнет свет Конец АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ